Стоит ли ходить на выборы, когда вроде бы все решено? Что делать с такой инфантильной позицией? Избиратели выясняли юные участники областного форума «Молодежь и выборы», который состоялся в канун Дня молодого избирателя. Лизе 21 год. Впервые она приняла участие в выборах в 18 лет. Для девушки этот день стал особенным, потому что она почувствовала себя взрослой. Сейчас Лиза четко обозначила свою позицию, почему, по ее мнению, стоит ходить на выборы. У меня это был как будто бы некоторый этап в жизни, которого я тоже ждала с нетерпением. Нам дали памятные сувениры, которые до сих пор храним. Выборы – это право, но не обязанность. Но это право, которым ты обязан воспользоваться. Нужно внести свою лепту в дальнейшее становление нашего государства. А у Якова другая цель участия в форуме. Молодой человек после окончания института планирует стать депутатом. Поэтому уже сейчас он хочет разобраться, как сделать так, чтобы голосовали на выборах именно за него. Ведь проблемы, которые он хочет решить, имея статус народного избранника, действительно, по его мнению, насущные. Нехватка детских площадок, спортивного развития молодежи, развития патриотизма и помощи ветеранам. Форум молодежи выбора проходит в Верхневолжье во второй раз. Он приурочен к празднику Дню молодого избирателя, который отмечается каждое третье воскресенье февраля, начиная с 2008 года. География форума молодежи выбора сегодня очень обширна. На этой карте можно увидеть, откуда же приехали ребята, чтобы узнать все об выборах. Давайте смотреть. Итак, это Фировский, Балаковский районы, Асташковский городской округ, даже отдаленный Андреапольский район. А еще не Лидовский городской округ, Старинский район, конечно же, куда без Твери, Ромешковский район, Конаковский и многие другие. В область Сберкоми считают, что молодежь на выборах – это один из драйверов развития страны и большой плюс для избирательной системы. В комиссии подчеркивают, что всегда рады видеть молодых тверичан с активной гражданской позицией. Это надежда и это опора избирательной системы Тверской области. В этом году охват молодежи, который мы планируем, что примет участие в этих мероприятиях, это более 20 тысяч. И уже с начала февраля в наших муниципалитетах проходят различные мероприятия, причем они не только внутри муниципальные, это и межмуниципальные, межрайонные. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы вы были не просто участниками тех мероприятий, которые проводят, чтобы вы впоследствии стали также активными избирателями, которых мы с радостью будем встречать на наших избирательных участках. Современная молодежь это прогрессивная часть общества, но что касается активного участия в политической жизни, то среди ее представителей долгое время наблюдалось пассивное отношение к этой области. Ситуацию необходимо менять уже сейчас, подчеркивает председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Политика, выборы, это вещь очень важная не с точки зрения карьеры, это очень важно для страны, для будущего. И избирать надо уметь, и выбирать надо. И вот очень важно, чтобы молодежь, которую многие обвиняют, говорят, что они политически пассивны, не интересуются общественными процессами, замыкаются в своем мелке, который ограничивается иногда дисплеями смартфона. Обязательно в вашей жизни наступят моменты, когда вы поймете, что от вашего выбора, от вашего решения зависит очень много. Важно, чтобы это вы поняли сейчас. Вот на это дни молодого избирателя и рассчитаны. Программа форума обширная, тематические дискуссионные площадки, успешные практики ученического самоуправления, круглый стол, площадка молодежного парламента, ток-шоу «Молодежь и выборы», конкурс среди команд средних профессиональных образовательных организаций. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова